Дорогие друзья, всем добрый вечер. Я рада приветствовать вас на нашей открытой встрече. Меня зовут Елена Козека. Я по образованию практически психолог. Я уже более 20 лет занимаюсь тем, что являюсь специалистом помогающей профессии, очень люблю свою работу и расширяю свои возможности, участвуя в проекте по оказанию качественных онлайн-услуг. И наше сегодняшнее мероприятие, оно проводится в рамках инициативы САП «Качественные онлайн-услуги для специалистов, помогающих профессии, для социально уязвимых групп населения», которое реализуется Республиканским общественным объединением Белорусской ассоциации клубов ЮНС в рамках проекта международной технической помощи, поддержки экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь. И проект финансируется Европейским Союзом и реализуется программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь. Я вам предлагаю сегодня вооружиться ручкой и блокнотом для записи, а также набраться внутренней мотивации, чтобы двигаться к пониманию себя. Сегодняшняя наша встреча будет посвящена теме личной эффективности. Что такое личная эффективность? Это когда вы делаете то, что вам нравится, там, где вы хотите, с тем, кем вы хотите, и при этом получаете то, что вы хотите. Вы скажете, разве это возможно? Ну вот поставьте, пожалуйста, в чат плюс, у кого в жизни происходит именно так. Так, сразу хочу предупредить, что, возможно, вещи, про которые я сегодня буду вам говорить, вам не очень понравятся, потому что традиционно люди хотят слышать хорошие новости о своих плохих привычках. Поэтому мы будем смотреть правде в глаза, потому что только она позволит нам что-то поменять в себе и в нашей жизни. Каждая наша встреча с вами, каждый вебинар и мастер-класс – это путешествие. И начать я хочу с такой метафоры. Что такое путешествие? Путешествие – это путь и шествие. Можно найти свой путь, но идти не по нему. Ну вот поставьте в чат, кто знает таких людей, кто на своем месте, но они ленятся, они боятся, они переживают, у них бесконечно какие-то комплексы, страхи и опасения. А есть люди, которые идут, я бы сказала, не идут, а бегут, бегут, как оглашенные кони, но не своим путем. У них такое ощущение, что они вот делают, делают, но им чего-то не хватает важного. Так вот, сегодня мы с вами проведем это путешествие для того, чтобы мы сделали маленький шаг в сторону своего пути. И наше путешествие сегодняшнее будет проходить по такому маршруту. Хорошо. Мы дадим оценку своей эффективности, мы отключим в себе неудачника, узнаем о пяти способах повышения самоэффективности, пробудем в себе изменения в жизни и будем бороться со своей ленью. Хорошо. Итак, маршрут нашего путешествия задан. Зачем повышать свою эффективность? Вот как вы думаете? Вот всегда есть два решения. Первое. Я хочу быть более эффективным, потому что мне неудобно быть умылым, мне неудобно быть невезучим, мне неудобно быть бедным, неудобно быть несчастным. И большая часть людей хотят изменений для того, чтобы быть не таким страдающим, не таким несчастным. Но работает ли это? Вот посмотрите на эти окна. Зачем люди хотят изменений? Если мы хотим изменений для того, чтобы нам было хорошо, то мы будем двигаться в сторону хорошести. Если мы хотим изменений, чтобы нам было не так плохо, то нам будет меньше плохо, но мы все равно будем двигаться в сторону чего, как вы думаете, плохого. Поэтому сейчас каждый для себя определите, чего вы ждете от изменений хорошести, либо того, чтобы у вас было немножко меньше плохого. Итак, сейчас мы с вами дадим оценку своей эффективности. Возьмите, пожалуйста, бумагу и ручку. Тест очень простой. У нас будет четыре критерия. Лень, сила воли, самооценка и желание делать. Вам необходимо по десятибалльной системе на каждой шкале поставить себе оценочку. Ну вот давайте начнем со шкалы лень. Поставьте себе от единички, это внизу, до максимума, до десяточки, на этой шкале себе оценочку. Вот как вы себя ощущаете по такому критерию, как лень. И поставьте какой-то знак. Следующий критерий – это наша сила воли. Если сила воли хромает, если вы не держите обещаний данных себе, если вы не выполняете обязательств, ну вот нужно поставить тогда себе соответствующий уровень на этой шкале. Делаем отметочки и идем дальше. Шкала самооценки – это насколько вы оцениваете себя. И вот чем выше уровень вашей самооценки, тем ближе она к десяточке. А чем ниже, тем ближе она к нижнему баллу. Ну и последний критерий – это желание делать. Вот насколько вы реально готовы куда-то бежать, что-то совершать, насколько у вас есть желание выполнять то, что вам необходимо делать. Поставьте тоже оценку на этой шкале. Ну, я думаю, что вы справились с этой частью задания. А мы движемся дальше. И сейчас вам необходимо соединить эти точки на шкалах и получить такую своеобразную кривую, которая отражает ваш уровень личной эффективности. Значит, смотрите, эти результаты теста, они нам необходимы будут к концу нашей встречи. Поэтому вы никуда их, пожалуйста, не выбросите, да? Потому что мы в конце нашей встречи сделаем повторный тест для того, чтобы посмотреть, есть ли динамика. И знаете что? Если динамики не будет, то кто-то из нас плохо поработал. Ну, конечно же, в первом случае виноват ведущий. Я не снимаю с себя ответственности. Но во втором случае виноват тот, кто сидит по ту сторону экрана. Тот, кто не отвечает в чате, не выполняет задания, кто работает в полноги. Когда мы одним ухом слушаем, а другим ухом режем салатики или моем полы. Поэтому, чтобы получить максимальный результат, я вам предлагаю активно включаться в работу. Ну что, мы идем дальше. Какие признаки говорят о нашей малоэффективности? Итак, первый признак – это я калечу себя сверхперегрузками. Знаете, это как в фильме. Кто хочет поработать? Я – песчаный карьер, я – цементный завод, я – мясокомбинат, я. То есть я берусь за любую работу, несмотря на то, что мне уже не хватает ни сил, ни здоровья, но я все равно берусь и вперед. Вот это вот я калечу себя сверхперегрузками – это один из признаков малоэффективности. Идем дальше. А дальше – это люди, которые каждое утро готовят себе кофе из прошлых неудач. То есть каждое утро вместе с вами просыпается большое множество проблем, которые вы носите в своем сердце. И от этого груза вы не можете полноценно двигаться вперед, потому что они отнимают ваши силы, они вам не дают ресурсов идти вперед. Следующий признак – я раздаю свое время по прошайкам. Что это значит? Это когда в ваше ценное время жизни вы сливаете на пустые разговоры с людьми, которые уже 25 раз рассказывали вам о своей проблеме, которые плачутся вам в жилетку, но ничего при этом не делают или не хотят ничего менять в этой жизни. А вы тратите свое время на эти пустые разговоры, потому что пустые разговоры, знаете, как краник – пришел, слил, ну и пошел. То есть пустые разговоры – это разговоры, которые не ведут к действиям, они просто сжигают наше драгоценное время. И последний критерий – это когда я каждое утро просыпаюсь, как в тюрьме, а не выхожу на свободу. Что это значит? Это когда вы встаете утром, и первая ваша мысль – о боже, опять вставать, вот бы еще поспать. И вот как только вы так подумали, значит, вы чувствуете себя запертыми в тюрьму, потому что здоровый, успешный человек, когда он слышит будильник, он испытывает состояние неистовой радости, потому что он слышит, потому что он жив, потому что сегодня мир открыл для него очень много возможностей, распахнул перед ним двери. И потому что многие люди не слышат будильник, и многие люди, к сожалению, не встали сегодня утром и не знают вообще, что делать с этой жизнью. Итак, первый шаг в сторону изменений – это не говорить о себе плохо и не позволять жестокого обращения с собой. Вот думаю, многие из вас сейчас подумали, а что такое жестокое обращение с собой? Ведь понятие «жестокое обращение с собой» мы чаще всего слышим по отношению другим, да? Вот жестокое обращение с детьми, жестокое обращение с животными, а вот что такое жестокое обращение с собой? Вот напишите, пожалуйста, в чат, как вы думаете, в чем проявляется жестокое обращение с собой? Так что, наверное, сложный вопрос, да? О, самое истязание, Юля. Это очень круто. Спасибо. Не давать себе отдыхать. Чувство вины, Надежда, да. Не любить себя. При уменьшении своих заслуг, Казимира. Обесценивание, скажем так. Перегрузки. Не любить себя. Да, отлично. Да, жестокое обращение с собой, оно проявляется в поступках, да? Я недостаточно сплю, я недостаточно ем или я, наоборот, переедаю. Я недостаточно занимаюсь своим здоровьем, не уделяю время какой-то спорту, например, да? Жестокое обращение с собой проявляется в эмоциях. Это когда, например, я испытываю гнев, это моя зависть, моя обида. Жестокое обращение с собой проявляется в мыслях, когда я думаю, что я недостоин, когда я думаю, что я не справлюсь. Да, чувство вины. Прекрасно. Как вам кажется, что самое заметное со стороны других? Жестокое обращение, которое проявляется в поступках, в эмоциях или в мыслях. Вот что самое заметное другим? Так, может, непонятный вопрос, да? Как вы думаете, что самое заметное из этих вот проявлений со стороны другого? Конечно, поступки самые заметные. Спасибо. А что самое опасное? Напишите, пожалуйста, в чат. Как вы думаете, что самое опасное? Казимира, мысли. Мысли, да, Анна, мысли, спасибо. Мысли – это сложнее заметить материально, но они являются самым мощным катализатором, и изменить мысли и мировоззрение – это очень сложно. На мой взгляд, наше жестокое обращение с собой напрямую связано с личной нашей эффективностью. Когда мы говорим о себе плохо, тогда у нас на лбу появляется бегущая строка, на которой написано «Я себя не люблю», и я разрешаю вам относиться ко мне так же. Мы транслируем другим, что со мной так можно обращаться. И наша реальность, она создает такие условия, где мы должны поедать себя в мыслях, где мы должны выживать, бороться и что-то доказывать. А как же нам вести себя с теми, кто причиняет мне боль? Ну вот, возможно, вам не понравится то, что я скажу, но люди, которые нас унижают, которые причиняют нам боль, у их просто нет другого выхода. Знаете почему? Потому что эти люди просто считывают с нашей бегущей строки, как я к себе отношусь. Они не могут заглянуть в наш богатый духовный мир. И когда мы встречаем друг друга, никто не делает нам душевную операцию, скрывая недры нашего богатого внутреннего мира. И если вы плохо относитесь к себе, спите, как попало, или вообще не спите, едите, что попало, дружите, с кем попало, не выполняете обязательств данных себе, то в этот момент у вас на лбу появляется бегущая строка «Я себя не люблю и разрешаю всем относиться ко мне так же». Поэтому нужно менять надпись на своей табличке, чтобы не терпеть боль, которую мир возвращает тебе, потому что ты так сам к себе относишься. И никакой результат не даст почувствовать вам, не даст вам возможность любить себя, потому что мы должны любить себя по праву рождения. Почему критика катит нашу эффективность? Когда меня критикуют, почему меня это цепляет? Ответ простой. Нас цепляет то, что мы уже сами сказали себе внутри, а этот человек просто повторил. Если вы думаете про себя, что я такая толстая, некрасивая, ленивая, дура, то никогда вас это не зацепит, если вы услышите это в адрес себя. Вот идея эта понятна? Поставьте чат-плюсик, кому понятна эта идея. Если вы кому-то не нравитесь, то это нормально. Вы не должны кому-то нравиться и не пытаетесь кому-то понравиться. В нашей жизни есть два круглых пространства. Это футбольный мяч и вселенная. И не надо путать себя с футбольным мячом. Не играйте с собой в футбол, потому что вы вселенная. Да, тоже круглая, но не мяч. И если вы думаете, что вы футбольный мяч, то так и будет. И люди будут вас бить, пинать, пихать, кусать. Вы начинаете думать о себе по-другому, и мир тоже перестраивается. А что же влияет на нашу эффективность? Каким способом я могу повысить свою эффективность? И вот первый способ, о котором мы сейчас будем говорить, это способ умения создать свое пространство. Потому что это очень важно, какие люди вас окружают. Есть даже такая метафора, что короля делает окружение. Посмотрите, кто вас окружает. В вашей жизни всегда есть и будут те, кто вечно недоволен. Вот они все время квакают, как лягушки. О, это жара. О, это дождь. О, опять на работу. О, это работа. О, это такая низкая зарплата. О, опять цены подросли. О, начинаются там опять какие-то проблемы на работе. И они все время чем-то недовольны. И они все время квакают. И когда вы попадаете в пространство этих людей, то вы вольно-невольно начинаете вместе с ними поквакивать. Но есть и другие люди. Они тоже есть в вашем пространстве. Это вот такие соловьи, которые веселые, позитивные, которые говорят, какая прекрасная жизнь, какая прекрасная погода, как все прекрасно в этом мире. Поэтому ваша задача направить свой фокус, внимание туда, куда вы хотите. Либо вы будете квакать, окружая себя лягушками, либо вы будете окружать себя людьми, которые поют, как соловьи, и сами такими становиться. Вы просто выберите, куда вы смотрите, потому что все, что мы видим, это всегда наше отражение. Если мы видим вокруг все плохое, значит, мы как эти лягушки к покушке. Важно окружить себя людьми, которые много делают, и учиться у них, и зажигаться у них. И эти люди, они помогают вам идти по жизни уверенно, поддерживают вас. Поэтому создайте свое пространство, и вы заметите, как в вашей жизни пойдут положительные изменения. Но посмотрите, пожалуйста, на слайд. Кто же эта барышня? Напишите, пожалуйста, кто ее узнал. Джулия, правильно, Джулия Робертс из фильма «Красотка». Очень приятный, хороший фильм. Почему она здесь, спросите вы, да? Красивая, успешная, богатая, с такой вот прямо лучезарной улыбкой. И знаете, меня это как-то цепляет. В вашей жизни есть люди, которые вас раздражают. Ну, это факт. Можете не ставить плюсики, потому что это факт. В жизни каждого человека есть люди, которые вас раздражают. Если вам очень повезло, то это ваши родители. А если вам вообще сильно-сильно повезло, то это ваш муж, жена, ваши дети. Как же обращаться с людьми, которые вас раздражают? Вроде бы ты знаешь, как управлять своим гелом. Ты был уже и на тренинге, и на мастер-классе. Ты знаешь, как бороться со своей раздражительностью. И вот ты держишься, держишься, а потом бац, бомба упала, всем капут, мама сорвалась. Как же с этим справляться, да? И как это влияет на нашу эффективность? Все просто. Люди, которые нас раздражают, это засланцы. Нет, это не то, что вам послышалось, да? А это засланцы. Это очень важный момент. Важно понять, почему он меня раздражает. Нас раздражают те, кто любит себя больше, чем мы себя. Потому что они считают себя достойнее, в чем мы пока еще не уверены в себе. И они вынуждены нас раздражать, потому что негативная эмоция, она сильнее позитивнее. Вот, например, приведу про себя, да? Меня раздражают медлительные люди. И вот эти медлительные люди очень часто в моей жизни появляются. Они ходят с табличками. Лена, не спеши. Лена, остановись. Лена, не тараторь. Умерь свой пыл. И я, глядя на этих людей медлительных, которые вокруг меня ходят с этими табличками, я понимаю, что мне нужно делать что-то со своей спешкой, со своей суетой и как-то с этим справляться. Вот обратите внимание, люди, которые нас раздражают, они есть везде. Потому что Бог нас любит и везде засылает засланцев. И если у вас есть такие засланцы, возрадуйтесь, потому что вы находитесь под контролем небесной канцелярии, и вам везде дают духовную работу. Можно, конечно, сделать неправильные выводы и говорить, ну вот я такая мягкая, пушистая, красивая, а вокруг меня все такие вот всякие редиски, которые меня раздражают. Но это не работает. Потому что стать как Джулия Робертс непросто. Нужно перестать удерживать в руках бутылку. О чем я сейчас, да? Вот у меня в руках бутылка. Бутылка с водой. Вот как вы думаете, сколько весит эта бутылка? Ну, поставьте, пожалуйста, в чат ваши предположения. Вот у меня литровая бутылка, я ее набрала водой, взяла в руки. Вот сколько она может весить? Ну, где-то она весит около килограмма, да. Около килограмма. Да, ну, примерно. И это, да, и это объективно. Но если я так, встаю пять минут, то поменяется вес бутылки? Нет, конечно. Да, вес бутылки, он как был килограмм объективно, так и остается объективно. Ничего не поменяется. Но в моем сознании эта бутылка будет весить гораздо больше. Она будет весить около двух-трех килограммов. А вот подумайте, если я так простою полчаса, сколько будет весить эта бутылка в моем сознании? Ну, это вообще, конечно, да. И вообще, что с этим нужно делать? Почему я это говорю? У нас есть тысячи претензий к себе. Да, тону. Действительно, постоишь час, она будет весить тону. Это точно. У нас есть тысячи претензий к себе, которые хранятся гадами. И вот представьте, что у вас есть тысяча бутылок внутри. Моя рука отекла, хотя я держу ее буквально там 2-3 минуты, да. Если я так простою час, она меня просто анимеет. И вообще она перестанет чувствовать, да. И так каждая клеточка моего тела откажется чувствовать. И вот приходит домой такая деревянная мама, деревянная жена, деревянный муж, деревянный начальник и пытается сделать других людей счастливыми. Задайте себе вопрос, сколько бутылок у вас внутри? И зачем мы их удерживаем? Ведь все, что мы удерживаем внутри, набирает вес и силу. Если вы удерживаете гнев, раздражение, обиду, это набирает вес. Если вы удерживаете радость, признательность, счастье, это набирает вес. Поэтому следите за своими мыслями, потому что они воплощение нашей реальности. Посмотрите на эту барышню, как она проснулась. Вот кто из вас сегодня проснулся вот в таком состоянии? Самое главное, что нам дали наши родители, это наша жизнь. И слова, которые отбились в моем сердце, что каждый день нужно праздновать наличие своей жизни. И просыпаться с мыслью, Господи, я всю жизнь ждала именно этого дня. Спасибо тебе, что ты мне дал возможность насладиться этим днем. Дай мне с душевным спокойствием принять все, что принесет мне наступающий день. И дай мне силы, возможности этот день прожить просто воодушевленно. И я верю, что в этот день со мной произойдет три чуда. Это то, что меня вдохновит и порадует. Вашему сознанию нужен навигатор. Потому что изначально там программа очень и очень слабенькая. Она ориентирована на человеческие простые потребности. Что поесть, первая потребность, вторая, как я себя порадую, и третья, что обо мне подумает. И вот эти три пальца, они нами управляют. Но их нужно превратить вот в эти три пальца. Но сделать это можете только вы. Поэтому просыпайтесь с драйвом, заряжайте свой навигатор с самого утра на позитивный, прекрасный день. Я вам расскажу о своей утренней духовной практике. Я не встаю с постели, пока не испытаю искренней любви к жизни, к своему мужу, этому святому человеку, к детям. И я заряжаю свой навигатор, каждый день. Потому что, как только ты возьмешь в руки телефон, как только ты откроешь социальные сети, все забывается. Дайте силу главному, это важно. У всех у нас умных и достаточно успешных есть вирус, который называется лень. И далеко мы не все понимаем, что нам делать с этим вирусом. Вот что такое лень? Расшифровать лень можно тремя глаголами. Лежать, есть и ныть. И вот как только мы начинаем это делать, у нас лень включается автоматически. Лень является эмоциональным наркотиком. И вот задумайтесь на минутку. это когда я формирую привычку жить таким образом, что я жалуюсь, что я откладываю, что я не делаю. И вот таким образом я заражаюсь этим вирусом и живу такой жизнью. Отключить старую привычку невозможно, нужно выработать новую. И знаете, что это за привычка? Это получать удовольствие от самого себя и от того, что ты делаешь. Потому что когда вы классный, когда вы мега, вам некогда думать, что вы чего-то не сможете, что у вас чего-то не получится, что что-то есть такое, что... с чем я не справлюсь. У меня есть такая классная метафора. Мечтать на диване это все равно, что рыбачить в унитазе. Улов предсказуем. Мы мечтаем, но мы ничего не делаем. И энергия наша начинает застаиваться. Вот что же делать, да? Сначала нужно научиться желать. Но как только... Ой, ну вообще мысль отозвалась. Супер! Значит, как только вы научились желать, вам важно не застрять на этом этапе, а начинать делать. И пока вы не начнете делать, ничего не произойдет. План это не мечты на бумаге, это то, над чем вы работаете каждый день. Все, что я делаю, мое состояние, мое настроение, мое разрешение. Обратите внимание на составляющие этих слов. Состояние, строение и решение. И сейчас мы собираем из них пазлы. Все, что я делаю, это то, насколько я устойчива внутри, и насколько я решаю, что в моей жизни называть успехом, а что называть поражением. Я это мое настроение. И если ваше настроение вот такое, это обозначает, что слова ваши вот такие, что дела ваши вот такие, что мотивация ваша вот такая, что поступки ваши вот такие, и в таком состоянии. Ну, вот невозможно открыть свое сердце и прийти на свидание с собой, чтобы развиваться и становиться другой. А что значит развиваться? В основе этого слова вива, ассоциация с победой. Победить в своей жизни мы можем один раз. И это будет момент принятия себя со своими недостатками. Все остальные 99% мы будем терпеть поражение. Мы будем начинать и бросать. Говорить себе, что так не будем, но опять это делать. Опять срываться на детей, хотя обещали этого не делать. Говорить партнеру не те слова, что идут из вашего сердца, а те, которые срабатывают автоматически. Мы будем ходить протаренной дорогой ошибок. И это нормально. Ваш прорыв и поворот к себе случится один раз благодаря 99% ошибок. И если вы это понимаете, то на свои ошибки вы будете смотреть по-другому. Вы будете говорить, о, еще одна ошибка, супер, на одну ошибку стало меньше, и я приблизился к своей победе. нет смысла, что в жизни должно быть мало ошибок и много побед. Это иллюзия. Развитие предполагает каждый день использование чего-то нового, а в новом опыте мы ощущаем себя неловко, вот как первоклассники. Так где же победа? Победа это не ощущение себя супергероем. Победа в том, что ты делаешь шаги, чтобы однажды повернуться к себе. Ну, а сейчас я вам предлагаю выполнить практику свободных ассоциаций. Это практика из курса Елены Тарариной «Жизнь в состоянии потока». Здесь вам понадобится ручка и бумага для записи. Я вам буду говорить разные слова, и вот в какой-то момент вы почувствуете, что какое-то слово в вашем сознании оно отозвалось, оно вас как-то задело, как-то зацепило, как-то вот, знаете, прониклись вы к нему, да, и вот эти слова, которые вас заденут, которых вы интуитивно почувствуете, вы эти слова себе записываете. Итак, я начинаю говорить. Забота, дружба, сотрудничество, воодушевление, интимность, восстановление, поддержка, нежность, понимание, вызов, креативность, креативность, участие, любовь, принятие себя, воздух, здоровье, движение, веселье, гармония, гармония, мир, игра, стабильность, красота, комфорт, легкость, свобода, взаимоуважение, взаимоуважение, пространство. Это были все слова. А сейчас посмотрите на те слова, что вы выписали. И вот прочитайте их еще раз про себя сами. Это ваши потребности. Это те потребности, удовлетворив которые, вы повысите свою личную эффективность. Потому что мы способны быть больше, чем мы думаем о себе. Но сейчас я вам еще предлагаю продегустировать одну технику. Техника называется «Я в прошлом, я в настоящем и я в будущем». И эта техника подразумевает работу с метафорическими картами. Метафорические карты можно тянуть в открытую, а можно в слепую. И вот сегодня мы берем именно второй вариант, когда мы будем тянуть в слепую. В чем суть этой техники? Вот в слепую я достала метафорическую карту, которая отражает, называется карта «Мое настоящее». Запишите себе на листочке ответ на вопрос. Глядя на эту карту, «Ответьте себе, какие у меня есть внутренние ресурсы, но я их не использую?» Вот посмотрите на эту карту и вот просто интуитивно, что вы можете сказать по этому поводу. Какие у вас есть ресурсы, но вы их не осознаете, вы их не используете? Вот, например, когда я глянула на эту карту, у меня, знаете, сразу откликается, что в моей жизни сейчас идет какой-то, жизнь идет в каком-то состоянии потока. Я понимаю, что я не использую свой ресурс умений себя самоорганизовать для того, чтобы успевать делать главное, не распылять свое время на пустяки. Вот мне это отозвалось. Вы каждый для себя запишите, что я не использую что, глядя на эту карту, вы можете сказать про свои ресурсы, которые вы не используете. Тогда идем дальше. Следующая карта – карта «Мое прошлое». Эта карта, она отражает прошлое, да? Вопрос такой, за что я могу быть благодарна своему прошлому? Глядя на эту карту, ответьте для себя на вопрос, за что я могу быть благодарна своему прошлому? Ну, например, мне почему-то сразу отзывается, что я благодарна прошлому за тех людей, с которыми меня свела судьба и которые в какой-то момент как-то повлияли на мою жизнь, преломили мою жизнь, изменили ее в лучшую сторону. Я благодарна за тех людей, которые мне дала жизнь, с которыми меня столкнуло. Итак, карта «Мое прошлое». За что я могу быть благодарна своему прошлому? Ну что, мы идем дальше. И у нас осталась еще одна карта «Мое будущее». Вопрос такой, на который вам нужно ответить. «Какое послание транслирует мне эта карта? Вот к чему она меня призывает?» Ну вот я почему-то мне сразу, глядя на эту карту, такая сразу мысль «Бери от жизни лучшее». Вот то, как вы ответили на поставленные вопросы, отражает ваше внутреннее ощущение силы и побуждает вас к изменениям в своей жизни. Мне вообще очень нравится мысль, что в жизни важно не променять океан на лужу. И я буду счастлива, если я сегодня вам задала некоторые ориентиры на пути к вашему океану. И сейчас мы с вами вернемся к нашему тесту, который мы делали в самом начале нашей встречи. И попрошу вас оценить себя по тем же шкалам и нарисовать свою новую кривую. Но если она стала другой, если ничего не изменилось, значит, просто проведите по той же линии. То есть оцените себя по тем же четырем критериям лень, сила воли, самооценка и желание делать. Отвечая на этот тест, вы понимаете, что можно воспитать себя и сделать из себя человека, которым действительно можно гордиться. Ну, спасибо вам большое, дорогие участники, за вашу активность, за нашу встречу. А я, Елена Козека, прощаюсь с вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...